В этом году Московская область и Ленинский район отмечают свое 85-летие. Много событий произошло за эти годы. Вторая мировая война, коллективизация, восстановление разрушенного хозяйства и многое-многое другое. Живых свидетелей того времени остается все меньше. Жительница деревни Лопатина Лидия Павловна Зудина родилась в 1920 году. И несмотря на свой преклонный возраст, она помнит все, что пришлось перенести ей и многим тысячам людей, жившим в те далекие годы. Лидия Павловна, к тому же, не только свидетельница, но и непосредственная участница становления и развития нашего края. В этом году Лидии Павловне исполнилось 95 лет. И все бы ничего, да ноги подвели, глаза совсем не видят. А вот память у этой женщины такая, что может позавидовать и молодой. Когда меня выбрали старостой, не было ничего, кроме голосующих рук. И первая, к кому я пришла, это была Лидия Павловна. Я попросила ее составить списки. Первое, что мы сделали, это составили списки погибших в Великой Отечественной войне. Она формировала эти списки, я только записывала за ней. В общем-то, она, конечно, умничка. И всех помнит поименно. Лидия Павловна осталась сиротой совсем маленькой. Отец пропал без вести в Первую мировую войну. Мать вышла замуж за другого, оставив девочку своим родителям, у которых и так была огромная семья. Да и хозяйство было большое, приходилось помогать. Потом нагрянула всеобщая коллективизация. У нас было 11 человек, 11 душ, как раньше называли. Было две коровы, две лошади. Все у них отобрали. Был, конечно, сильный голод. И дедушка, и бабушка, и все они, и тети, все они умерли от голода. Опять Лида осталась одна. Нет, не одна. Ей помогали люди. Так она стала трудиться еще подросткам на кирпичном заводе в Бутове. Приметив активную девчушку, руководство назначает ее бригадиром в механическую мастерскую при колхозе в деревне Лопатина. Там у нас делали военные заказы, пряжки для этих противогазов, наконечники. Там разные такие мелкие детали. Все это мы в мастерской делали. Я с Тахановкой была. В это время Лидия Павловна встретила и свою любовь. И помнит до сих пор те окрестности, где они гуляли со своим будущим мужем. Солошки заслышу голосок. И вспомню я забытое свидание. И вспомню я плотину у нас на реке. Какое же было там купание. Я вспомню наш малиновый лесок. Росли там ягоды, грибочки. И зрели там орехи по горе. А на лугу всегда разлить себе точки. А вскоре началась война. Мужа забрали на фронт. Лидия Павловна осталась с маленькой дочкой и ждала второго ребенка. Было страшно, но из деревни никуда не ушла. В 45-м году в ее доме размещались на постой бойцы артиллерийского полка. Пришли солдаты, принесли соломы. Они как пришли соломы, принесли и повалились все на пол. А еще чайник не скипел. Приходит этот командир встать. Шагом марш и всех из дома выгнал. Я думаю, да что ж это делаете, что ж. Я говорю, разве так можно, что же не дали им отдохнуть. Он говорит, мамаша, это война. Война закончилась. Муж вернулся. Наступило мирное время. В семье уже было трое детей. Поднимался из руин и колхозное хозяйство. В 51-м году перешла на ферму, на молочную ферму в деревне Лопатина. Была заведующей фермой. В это время Лидию Павловну выбирают депутатом Ленинского райисполкома. Но пришлось пробыть только один срок. А у меня фермы, милые, 300 голов, 6 доярок, 2 телятницы, а подменной нет. Я сама их и подменяла. Потом на совещании к директору каждую неделю ходили. У меня времени совсем не было. Я ночью поспать, и то некогда было. Но депутатом сельского совета Булатникова Лидия Павловна оставалось пять созывов. И всегда помогала людям решать не только общественные дела, но и личные. У нас умерла мама, вся земля была на неё. И вот что делать? Переводить у меня отнимают. Здесь не прописано, отнимают. Вот Лидия Павловна всё это пришла ко мне. Всё помогла, всё сделала, оформили. Всё как следует. Всё как положено. Вот такой она человек. Она не может пройти мимо горя, мимо несчастья. Она всегда поможет. И вообще она и весёлый в то же время человек. Вот она всегда как-то сумеет сказать, что и на душе легче делается. Сейчас Лидии Павловне тяжело бывает на различных деревенских мероприятиях. И люди сами идут к ней. Я знаю, как к ней относятся все жители деревни. Все соседи, все родственники. Ведь все они племянники и внуки. Все приезжают, обнимают, как там баба Лида. До сих пор она вникает в суть всего. Где кукуруза на полях росла, расти теперь будут дома-высотки. А строятся начнут дома прямо у нас за огородом. За это обещают деревне провести канализацию с водопроводом. Обещанное слово долго ждётся. Порою можно и забыть. Так что в тёплые туалеты не скоро придётся нам ходить. Лидия Павловна любима односельчанами. Уважаема как на районном уровне, так и на областном. Её жизнь – отражение истории нашей страны, нашего края. Людмила Медведева, Александр Ильхин, Елена Кошлева, Видное ТВ.